Дорогие друзья, всем большой привет. Давненько я не выходил с вами на связь, не записывал ролики полноценные. Все потому, что было много подготовок к выступлениям. И сегодня настал тот момент, когда я приехал к своей семье с выступления домой. И вот мы решили сегодня в обед записать для вас небольшой сюжет. Плюс сразу забегу вперед. Также будет на видео фрагменты буквально с моего выступления, где я выступал вчера. Видео, конечно, связано на мобильный телефон, но какая была, возможно, так и записали. В принципе, эмоции передаются даже и через непрофессиональные видео, так хочу сказать. И вопрос сразу к своим дочкам. Это Ирочка. Это как тебя зовут? Верочка. Верочка. Вы меня сильно жали с выступления домой? Да. А что делали, когда я был на выступлениях? Я забыла. Ну что ты, наверное, в игрушки играла, в садик ходила, да? Ну да. А ты, Вера, что делала? Садик ходила. Садик ходила. А еще что делала? Садик ходила. Гулять ходите на улицу? Да. Ну сейчас-то же не ходите? Нет? Ходите. Нет, сейчас мы не ходим пару дней, вот эти, да, потому что у нас очень сильно идут дожди проливные. На улице огромные лужи, на улице холода, всего лишь 10 градусов тепла. И, конечно же, мы ждем потепления, чтобы прекратились уже дожди в конце концов, чтобы наступило по-настоящему хорошее лето. Да? Да, Ира? Да. И чтобы можно было ребятишкам полноценно уже бегать, играть, гулять. Расскажите, что хотите рассказать нашим слушателям? Что бы ты рассказала? Что бы ты пожелала? Ну, может быть, хорошего настроения. Давай. А ты, Вера, что бы пожелала подписчикам, зрителям? Я была хорошего настроения. Молодец, а ты, Вера. Хорошего настроения. Молодцы, это тоже здорово. На самом деле, стоит сказать, что дочки впервые так решили со мной записать видео в режиме нашего полилога. И я считаю, что это хорошо, что у них есть желание. Они очень хотят в дальнейшем играть на музыкальных инструментах, тоже обучаться музыке. Да, девочки? Да. Ира, ты на чем хочешь играть? На кардионе. Вот, Верочка тоже хочет играть на кардионе, это будущий кардионист. А, Петь, любишь Вера? Да. А ты будешь сама песни сочинять, когда вырастешь? Да. А ты, Ира? А я им стараюсь играть на скрипке. На скрипке, да? Да. А петь хочешь? Да. Ну, ты уже поешь, да? Ну, да. И Вера тоже, да, поет? Ну, они только еще начинают, в музыкальную школу пока не ходят, вот, потому что им еще, Ирочке только пять лет, Вере четыре годика, вот, и я думаю, что когда будет первый класс, они пойдут уже в школу с музыкальным уклоном, где будут заниматься, изучать музыкальную грамоту, да? Да. Больше еще влюбляться в музыку и уже играть собственные какие-то композиции, так же, да? Да. Немножко пробовать их сочинять. Да. Правильно? Да. А от себя, что бы я хотел сказать всем, дорогие зрители, я вам хочу пожелать отличного настроения, вот, когда у вас будут праздники, вы обязательно приглашайте меня, потому что я уже сделал много для себя выводов, просто все уже познавируется в сравнении, то есть, когда люди, допустим, празднуют с музыкальными какими-то программами, это гораздо интереснее, веселее, вот, и я дам подтверждение, потому что очень много уже за плечами выступлений, концертов, вот, разного плана, как вы знаете, то есть, я выступаю, как и на больших сценах глобального масштаба, да, для аудитории, допустим, там, в тысячи человек, так же выступаю и для просто, для каких-то домашних мероприятий, в любом случае, то есть, я считаю, что это очень хорошо, это очень правильно, когда есть такая возможность подарить людям так же хорошего настроения, музыкальности и просто, чтобы праздники запоминались, когда что-то происходит такое доброе, теплое, по-настоящему веселое, люди это запоминают, а когда, допустим, встретили, сели, посидели, как-то поболтали, ну и все, на этом забылось, ничего не запоминается, так что я желаю вам, чтобы у вас были крутые праздники, я вам в этом обязательно помогу, выступая также по всем регионам нашего государства, недавно я еще стал, как вы знаете, чемпионом России по аккордеону, вот, чем очень дорожу и горжусь, потому что это призвание всей моей жизни, не то что музыка, а именно музыку посвящать вам, дорогие мои слушатели, так что я всегда на связи, ну что же, споем буквально фрагмент песни, сейчас песня, а дальше вы посмотрите обязательно фрагменты выступления, еще раз повторюсь, на любительскую съемку, на мобильный телефон, готовы? Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой Всем отличного настроения! Молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья мои! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok